В связи с напряженной ситуацией на востоке Украины по всей стране предупреждают, возросла угроза террористических актов. В связи с этим запорожские спасатели разъясняют правила безопасности во время обнаружения взрывоопасных и просто подозрительных предметов. Посетили общежития, торговые центры, автозаправку и школу. Заодно разъяснили основы безопасности пассажирам городского электротранспорта. Главное, говорят, отличить взрывное устройство среди прочих. Насторожить должны тиканье часов, звуковые сигналы, мигание индикатора, наличие проводов или же просто незнакомый предмет на привычном месте. Запрещено трогать и перемещать. Рекомендуют не пользоваться мобильным поблизости, но позвонить по телефону 101 или 102 жизненно необходимо. Запорожские спасатели пытаются сегодня не напугать людей, не создать панику, а наоборот научить людей, как правильно действовать в случае обнаружения подозрительных предметов. Потому что рядовые граждане не могут знать, взрывоопасны они или нет. И какая вообще реальная угроза может идти от этих предметов. Аналогичные занятия проводят для школьников. Их интерес может стать необратимым. Ведь взрывчатку сейчас специально закладывают в детские игрушки, говорят спасатели. Я считаю, что дети тоже должны знать правила повреждения при обнаружении взрывоопасных предметов. Они должны это знать и передать взрослым. Потому что, как показывает практика, взрослые все обязаны знать, но не всегда они это знают. И тоже из-за своих ошибок теряют жизни и наносят вред своим близким. В наше время это очень актуальная тема для того, чтобы дети были осведомлены с такими предметами. Как нужно себя вести и что нужно делать в таких ситуациях, когда видим взрывоопасные вещества или же неизвестные предметы. Кроме памяток и листовок, спасатели при поддержке ОБСЕ подготовили фильм об опасных находках. Все рекомендации разместили в социальных сетях и на официальном сайте службы. Чтобы быть уверенным в собственной безопасности, с ними стоит познакомиться, говорят специалисты.